Привет, друзья! Вас приветствует канал Кузница Тестдрайва. Суть сегодняшнего ролика, ребята, мы продаем свой Peugeot 308 SV. Ну что, Димон, открываем? Давай. А интрига есть? А, есть. Давай, давай, не томи. Ну? Ford. Ford. Решка. Peugeot. Peugeot. Ну что, друзья, монетка привела нас в салон Peugeot. Вот, может быть, для нас машина. В этой машине я реально нашел много опций, которые считаю полезными. Тут уже есть камера заднего вида. Тут есть партроники. Тут есть система мониторинга мертвых зон. Это все то, что помогает маневрировать в незнакомых местах. И особенно в темноте. Опять-таки, тут есть опции для удовольствия. Тут есть подрулевые переключатели. И тут есть режим спорт. Тут, опять-таки, есть панорамная крыша, которую мы можем проверить, как она работает. И тут есть такой великолепный цвет, который нам обоим так нравится. Подумай. Цвет – это да. С машиной мы определились. Берем синенькую рестайлер. После рестайлинга. После рестайлинга. Машинку три хорошего. Помог нам сэкономить кучу денег, благодаря тому, что этот автомобиль недорог в обслуживании. И у нас ничего не ломалось еще пока. Но ТО эквивалент 100 долларам. Компания Vidi и компания Autoprotect Service Group делают вам подарок. Ты посмотри, Макс. Слушай. Нам не надо ломать голову. Мы хотели выделиться на дороге. Слышишь, я подбираю культурные слова, литературные. А культурных слов мало, да? Японский городовой, блядь. Слушай, вообще бомб. Ребята, 8 месяцев на проекте у нас этот автомобиль. 8 месяцев он служит нам верой и правдой. Вывез в любые погоды, на любые расстояния. Кузница тест-драйвов стирает границы в общении между людьми. Кузница тест-драйвов стирает границы в общении между людьми. Я хочу поблагодарить всех вас, свою маму, за этот Оскар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, кузница тест-драйва уже вернулась из минского Вояжа, уже на базе. Хочу отметить двигатель 1.6, турбодизель, мощностью 120 лошадиных сил и 300 мм крутящего. Ребят, справляется движок на отлично. Плюс то, что автомобиль кушает реально мало топлива. Более подробно вы можете посмотреть предыдущие ролики. Как вы видите, проект разрастается, слава богу. Второй день в Москве, друзья. Утро очень тяжелое, обед уже. Вот с Иваном приехали посмотреть его Рафик. Рафик не уйдават, правильно? Он сам своим пешком пришел. Так мы проводим время в Москве. Сегодня даже Иван сел на нашу машину. Кузницы классно провели время. Самое главное, что очень интересно общаться с людьми, у которых с тобой одинаковые интересы. А наши интересы, друзья, одни. Это любовь к старой ретро-технике. Мы приняли волевое решение, которое далось не очень-то легко. Потому что, действительно, я человек сентиментальный. Очень люблю наше прошлое. Там ковыряться, собирать артефакты этих лет. То же самое, это 8 месяцев нашей жизни. Причем, конкретные 8 месяцев. Было много чего интересного. Очень много времени мы провели в этом автомобиле. Вся команда. Что только не было и где мы только не были. Поэтому это, действительно, уже частичка проекта Кузница Тест-Драйва. Мы его планировали продавать в декабре. Напомню, что мы купили его 23 декабря 2017 года, автомобиль. Поэтому, как бы, годовалый тест не дотянули. Но, я думаю, ничего страшного не будет. Потому что с машиной, я уверена, и через 20-30 тысяч ничего не произойдет. Но надо решать кое-какие вопросы, как я и говорил. Автомобиль с пробегом сейчас 23 тысячи ровно. В понедельник он едет к ребятам, которые клеили эти буквы. Они все отдираются. Вся наша реклама уходит. Автомобиль становится обычным гражданским синим пыжом. На машине нет ни одного подкраса, ни одной вмятинки. Машина у нас поклеена бронированной пленкой. Как и фары, капот, бамперы, зеркала. Поэтому сколов на автомобиле нет. Вот со стеклом беда. Но во вторник мы отгоняем ее на второе ТО. Делаем ТО. И меняем лобовое стекло. Поэтому автомобиль будет, как новенький. Двигатель у нас грязный. Можно было видеть недавно на лайв-канале. Я его открывал. Для чего? Сейчас мы его покажем. Чтобы потом не было никаких комментариев. Вот, у вас там масло потекло. Вы его поэтому помыли перед продажей. Нет. Быть мы его будем. Потому что я люблю отдавать машину. Чтобы она была в идеале. Чтобы потом меня не материли. Автомобиль завтра пойдет на хорошую мойку двигателя. Двигатель все будет как новенькое подкапотное пространство. Также и в салоне все отдараем, очистим. Уберем лишние там вещи, которые мы ставили. Это несколько прикуривателей для зарядки наших GoPro. Все это склеилось на двухсторонний скотч. Поэтому все это будут вычищать ребята на мойке. Они приведут ее в блеск. В понедельник снимается реклама. Во вторник машина ставится на ТО. Поэтому ребята, кто заинтересован в приобретении этого автомобиля. Телефон Игоря будет в описании тоже под этим видео. Звоните. Желательно просьба большая. Желательно не беспокоить просто так. Только потенциальных клиентов. Цена за автомобиль мы просим 23 500. Сейчас в такой комплектации с теми допами этот автомобиль стоит в салоне у дилера 28 000 уе. Плюс 5% надо будет заплатить пенсионного фонда. Плюс там побронировать то-то-то-то-то. Наша цена 23 500. Если кому-то интересно, звоните Игорю. Еще раз напоминаю, телефон в описании. Более подробно, друзья, смотрите серию на лайв-канале, которая тоже выйдет сегодня. Или уже может быть вышло, я не знаю, как Артур все это смонтирует по времени, какой выйдет впервые. Ссылка на лайв-канал будет в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, получается машина прошла, никаких нарицаний так, что у нас там какая-то проблема, я не вижу. 22 500 в принципе прогнозировано, что автомобиль пройдет у вас без всяких лишних проблем. Так оно и есть на самом деле. И вы знаете как, у меня нет такого ощущения, что я не вернусь именно на машине домой, когда уезжаю на дальнее расстояние на этом автомобиле. Поэтому эта машина достойно выносит наш годовалый тест. Никаких нарицаний, кроме тех, что я говорил по эргономике салона, я не нашел в автомобиле. Свет диодный, идеальный, мне все нравится. Об этом я уже говорил не в одном видео. Мне ее нравится дизайн, нравится ее надежность. Самое главное, мне нравится ее экономичность. Потому что сейчас для меня, особенно при большом количестве километров, которые мы проходим, сейчас главное для меня, это чтобы автомобиль мне меньше бил по карману. Peugeot справляется с этим делом на все 5 баллов. Еще раз хочу поблагодарить нашего партнера, компанию Vidi, за предоставленную возможность зайти сюда, показать вам, как быстро ребята бегают и делают. Тачка проверена за 7 месяцев эксплуатации. Что будет дальше? Смотрите наш канал, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что вы думаете об этом автомобиле. Ну а приобретать этот автомобиль или какой-то другой, ребят, решайте сами. И не забывайте, друзья, что мы куем для вас тесты на земле, в воде и на станции этих обслуживаний. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok